Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Вот о чем расскажем сегодня. Еще не паникуют, но на грани из Миногорска затих после скачка заболевших. Коробочки образования, как в селах края, получают оценки. Пожилые в домах престарелых ждут приветы от внучков и внучек. Плюс 8 заболевших за эти сутки. А на карте распространения коронавируса появился новый пункт – Яровое, где на самоизоляции сидел наш земляк, прибывший из Москвы. Общее число инфицированных сейчас – 144, 12 из них – дети. Кстати, в регион поступил второй транш средств на выплаты медикам, которые работают на передовой. Из резервного фонда правительства на эти цели выделено 179 миллионов рублей. Эти деньги сотрудники больниц получат с апрельской зарплатой. Зминогорск притих и копит возмущение. Еще пару дней назад в этом городе не было зараженных коронавирусом, а сейчас их 39. Люди недовольны, мол, те, кто должен был сидеть дома после пересечения границы, вышли на работу. И теперь в опасности целый муниципалитет. Наша съемочная группа побывала в Зминогорске. Я смотрю, вы в маске. Как думаете, она помогает? Она не помогает. Это просто, чтобы плюни не летели от возмущения. Возмущены и наколены до предела. В Зминогорске, где проживает всего около 11 тысяч человек, разом 38 зараженных. Это рабочий Карбалихинского рудника. Источником стал приезжий из республики Башкортостан. Жители испуганы и побаиваются теперь всех новых лиц, в том числе журналистов. А у вас справочка есть, чтобы здоровая? Боитесь? Нет, я не боюсь, я просто воспользуюсь, мне ваши глаза не нравятся. Еще неприятно, что все-таки руководство рудника так к этому отнеслось. Тут, получается, приехали рабочие, и никто их не проверил. Сейчас мы не в курсе даже обработали ли все там, на этом руднике. Поэтому, конечно, напугались. В таком провинциальном городке, как Зминогорск, мы даже не думали, что такое может произойти. Режим самоизоляции зминогорцы частично соблюдают. Народу на улицах действительно стало меньше, в магазинах тоже. Но есть, конечно, и те, кто до сих пор бесцельно бродит по улицам, впрочем, как и в Барнауле. Мы уже вроде как все переболели. Для чего эта паника, я вообще не понимаю. Мое мнение такое. У каждого, конечно, оно свое. Кто-то боится в панике. Допустим, как вы в маске. А кто-то просто посмеялся и все. Можно было, конечно, и посмеяться, но тут впору плакать. На руднике пока 39 зараженных, а в городе сотни семей, чьи мужья работали в том же коллективе. Это 200 человек. Вы представляете, что каждый день они приезжали к своим семьям домой и, предположительно, заражали их. Но шахтеры сейчас изолированы, а вот семьи-то нет. По их семьям уже будут тоже они приглашаться или в их дома, значит, будут приезжать бригады медиков уже. И производить работы все. А не на самоизоляции? Им грозит за выход из дома штраф? За то, что не выйдут из дома штраф? Ну, эти списки сейчас отрабатываются. И эта работа, когда начнется, ну, а когда, если они будут нарушать, то, конечно... Среди Звеногорцев уже есть заболевшие? Я думаю, будут. 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 Потому что они же контактировали, все равно ходили. Выходили в город, выходили в магазины. Ну, я думаю, на первое место выйдем в Алтайском крае. Закроют ли границы Звеногорска для пресечения инфекции, глава района ответил. Это не его полномочия, но добавил. В городе обрабатывают подъезды многоквартирных домов и остановки. Но этих мер недостаточно, считает один из народных избранников города. Вчера ходил платить за свет. Я думал, что тут день с меня так остановит, кто-нибудь скажет, почему, куда идете в возрасте там и прочее. Но я думал, что будет как-то власть будет пожестче относиться к этому. Я проходил полтора часа, люди без масок ходят. Кстати, вот тот самый рудник, где выявлен очаг заражения. Всего 300 метров от границы Звеногорска. На этом руднике трудились десятки приезжих. Это и жители Казахстана, и представители других регионов нашей страны, которые, собственно, и распространили инфекцию, так как не были своевременно отправлены на карантин. В результате чего предприятие сейчас не работает, а город в опасности. На момент съемок предприятие действительно стояло. Но уже вечером стало известно, что работа возобновилась. Там под жестким контролем Роспотребнадзора и Ростехнадзора выполняют минимальный объем. Иначе его эксплуатация в дальнейшем будет невозможна. Там необходимо в ежедневном режиме выполнять необходимый объем работ. А что за работа? Это, во-первых, откачка воды из шахт, это подача кислорода воздуха в шахты, это охрана предприятия, это обеспечение всех систем жизнедеятельности этого рудника. Глава района также пояснил, что 34 заболевших доставлены в Рубцовскую ЦРБ. Сначала было известно, что никаких клинических проявлений у большинства заболевших не было. У 27 пациентов в настоящий момент нет клинических проявлений болезни. Они по-прежнему находятся в Рубцовской ЦРБ. Семь пациентов перевели в пятую больницу Барнаула, так как у них появились симптомы болезни. А еще 32 работника, которые контактировали с заболевшими и чей первый тест на коронавирус был отрицательный, сидят на карантине в Рубцовской гостинице. Здание отцеплено полицией, вход на территорию запрещен. Здесь они пробудут две недели, но потом, видимо, у них будут брать тест на коронавирус. А между тем, Рубцовчан совсем этот факт не радует. Отрицательно. Почему? Ну, потому что не было, не было. Принудительно привезли. Лишняя зараза в городе не нужна. Страшно? Конечно. Как любому нормальному человеку. Пока одни возмущаются, другие борются с болезнью, а третьи же ждут свой вердикт. Жители Зминогорска в комментариях не раз задавали вопрос руководству рудника. Почему приезжих не отправили на карантин? Задали мы. Сразу они не были отправлены. Они не были. Таких решений не было. По телефону, когда разговаривали, исходили из того, что в Башкортостане таких случаев не было. Поэтому смысла с этими людьми. Хотя мы задавали эти вопросы. Мы весь день пытаемся с вами связаться. Расскажите хотя бы, почему карантинный режим не соблюдался на предприятии? Кто сказал, что он не соблюдался? Ну, либо соблюдался. Соблюдался. Он соблюдался. Я не могу сейчас никаких комментариев давать. Я объясняю еще раз, что я сейчас занята. Пока руководство занято, вирус может распространиться сразу в двух городах. А ведь все могло быть по-другому, считают жители. У меня знакомый едет на заездки в Магадан. Ему уже начальник позвонил час, что он приедет, билеты ему пришлют на 15 дней раньше. Это значит, что он приедет на 15 дней раньше своей заездки, пройдет карантин и приступит к работе. А для героев следующего сюжета стресс вызван не столько коронавирусом, сколько дистанционным обучением. В селах оно дается непросто. Семьям приходится справляться не только с двойной или даже тройной учебной нагрузкой, но еще и отбиваться от едких комментаторов. Не так давно пользователи мессенджеров узнали, что в Красногорском районе домашнее задание детям сообщают, используя коробки, также забирают уже выполненное ДЗ. Что думают о такой системе местные и все ли так плохо, как кажется, узнавал Никита Ермаков. Карантин, школу ходить не ждать, а почему нет компьютеров? Ну потому что их не было никогда, мы их не видели в глазах. И ничего, ходить поднимать и бунтовать народ. Чего толку-то? И что, ты думаешь, будет лучше? Да не будет, Света. Как было три компьютера, так и останется. Я не знаю, сколько как-то дороже. Ну, как были в жопе, так и будет. Дистанционные подходы и методики разные. В каждом районе реализуют их по-своему. По ситуации в селе Березовка домашние задания ученики приносят в магазин. Схема довольно простая. Если ты из первого класса, то тебе сюда. А если из четвертого, второго, третьего или пятого, то в соответствующие коробки. Фото этих коробок попали в сеть и сразу вызвали шквал возмущения, и оскорблений в сторону местных властей и жителей. Из-за хейтеров попало и нам. Ну, сейчас вот это выразить, в каком контексте в интернете? Ну, а что, что попало, делаете и все. Ну, сколько можно-то? Дети, я сказала, в школу не загадите, но... Да мы не дети. Вы не дети? Да, здрасте. А то, что ты загадала у вас? Ну, вы сильно не разгоняете. Светлана Тарасова, завуч Березовской СОЖ. Говорит, в селе интернет есть у 20 учеников. Они занимаются с компьютером, а остальные 100 иду к специальным пунктам. Эти коробки придумали педагоги вместе с родителями. И относятся к ним как к мере вынужденной и временной. А объясняют тем учителя по телефону. И то, если получится. Есть такие семьи, у которых даже телефонов нету обычных. Бывает один телефон на всю семью, семье три-четыре ребенка. И приходится связь по-разному поддерживать. Очень далеко. Школа 2-3 километра от села. От центра села, знаете, где школа? Вон уж куда далеко. Та часть, которая тут живет, они сюда приносят. А те, которые там, они в магазине. Это удобно и родителям удобно. Нам-то все равно. Мы-то всегда вот. Мы учимся, конечно, но учимся. Лучше бы в школу, конечно, ходили. Я говорю, хоть бы основные предметы эти учили. Или нет еще этой физкультуры какие-то, проекты. Они во втором классе у нас маленькие. А в быстром истоке привычный формат обучения сохраняют для выпускников. Их нужно подготовить к ЕГЭ. Консультации проводят только с двумя учениками за раз. И они держат дистанцию с педагогами. Но в основном здесь учатся онлайн. Для удобства детей в школе работают три компьютера. С помощью них можно скопировать домашнее задание или распечатать его. А младшеклассники учатся по старинке, тетрадками. Их техникой решили не перегружать. Однако проблема здесь тоже есть. Первая сложность в том, что мы, учителя, привыкли все-таки общаться. Образование – это профессия, когда мы говорим с человеком, лицом к лицу. Вот это самое сложное. А теперь мы перестраиваемся и работаем с техникой. Вот это сложность. Ну и вторая сложность. Конечно, трудно влиться в цифровой формат образования. Чисто технического. Много домашних задают. И вот эта вот напряженка с отправлениями, со всеми вот эти вот фотографии. Ну, фотографии своих работ отправляешь. Самое сложное, даже не знаю, это вставать утром и делать уроки. Самоорганизация, пожалуй, самая большая проблема учеников. И, похоже, они с ней справляются. По словам педагогов, успеваемость детей повысилась. Ведь с каждым приходится заниматься индивидуально. А еще благодаря родителям. Они сейчас вовлечены в учебный процесс, как никогда. И на фоне шуток в интернете с уставшими мамами и папами в быстром истоке есть такие родители, чей режим не изменился даже с пятью детьми. У нас также подъем 7 часов, 8 часов завтрак. И я и бужу, дети в школу. И все, и все садятся за столы. Задания уже с вечера все списаны с дистанционного сайта школы. Все, они садятся за занятия. В обед я прихожу с работы, проверяю, все сделано. После обеда у нас уже идет дистанционное занятие по кружкам. У нас музыкальная школа, вокал, творческая мастерская. Что режим дистанционного обучения непростой, признает и краевой министр образования Максим Костенко. Он призывает всех участников подходить к образовательному процессу спокойно. И если ваши дети или вы не выдерживаете горы заданий, то отложите часть на завтра, предупредив классного руководителя, вместо того, чтобы злиться на глазах ребенка. Здесь нужно исходить и родителям из принципа разумности и адекватности ситуации. Главное – благополучие ребенка. Важно все-таки научиться слушать друг друга. И главное – показать этот опыт, слышать друг друга. Детям, чтобы они в свое взрослое состояние несли умение решать сложные, конфликтные, напряженные, стрессовые ситуации. Конструктивно, позитивно. Уже ясно, что дистанционный режим продлится до конца этого учебного года. Так что этот экзамен достойно сдать придется всем. Надеемся, что осень дети и их родители встретят уже на школьной линейке. Никита Ермаков, Алексей Фрезин. День с толком. Особый режим самоизоляции коснулся всех. И в первую очередь соблюдать его нужно тем, кто входит в группу риска. Но в основном это пенсионеры. Однако именно их встретить в общественном месте сейчас проще всего. Куда они ходят и почему не боятся заболеть? Узнавала Полина Жданова. Пенсионеры. Многие сходятся во мнении, что это поистине бесстрашные люди. Потому что в режиме самоизоляции они наводняют магазины, аптеки, рынки и другие общественные места. Мы решили поинтересоваться у них, какие такие срочные дела заставляют их выходить из домов и рисковать собственным здоровьем. Где можно найти пенсионеров? В магазине или на рынке? Например, в пятерочке до 10 утра отслуживают только пожилых, чтобы убрать риск контакта с другими возрастами. На том же рынке такой дополнительной меры защиты нет. Тем не менее, туда идут или за самым необходимым, или просто прогуляться. Часто без масок. Время пришло. А вот смотрите, сколько тут людей. Не боитесь случайно заразиться? Да нет, я вроде бы проверена. Вы не боитесь без маски ходить? Боюсь. Почему? Без маски ходите? Немножко боюсь. Вы не боитесь в случае чего заболеть коронавирусом? Нет. Почему? Да потому что. Мне хоть так, хоть сегодня, хоть завтра помирать. Еще одна излюбленная пожилыми локация – дача. На остановках в ту сторону толпы бабушек и дедушек. Погода благоволит. Опрошенные сказали, что заболеть не боятся. Страшнее, если рассада пропадет. Да и дома не сидится. Дома мне вообще давление начало подниматься. Еще хуже стало. Еще неизвестно, от чего раньше умрешь. То есть дома еще хуже, чем в день? Дома? Отвратительно. Почему не боитесь заболеть? Все в божьих руках. Что? Нет, ничего не боюсь. А кто тогда у нас будет работать на дачах? Значит, я все делаю. Таблетки с пола взяла. Ну, вот, дезинфлюзии. И антисептик у меня есть. Значит, я каждый день на саду от калетки, где мы заходим, и все это делаем. Я обрабатываю. Другие сказали, что у них отличный иммунитет и опасаться им нечего, кроме камеры. Напомним, что мы имеем право снимать людей в общественных местах. Так, камеру убрали. Вы не можете трогать аппаратуру. А вы зачем меня снимаете? Я здоровый. Ну, а если заразитесь? Где-то тебе выпьешь. Психологи делят пожилых людей на несколько типов. Это безрассудные скептики, чрезмерно общительные, пожилые с синдромом гиперответственности – это те, которые едут на дачи, и те, кто выходит из дома только по необходимости. Последних, увы, немного. А если вы хотите уговорить пожилых родственников сидеть дома, лучше с ними не ругаться. Единственное, я считаю, что нужно объяснить их ценность для вас. Что вам бы очень хотелось как можно дольше с ними в этом мире находиться. И что вы очень волнуетесь за их здоровье. И что самое главное, что они могут для вас сделать – это прожить как можно больше лет. По нашим наблюдениям, пенсионеров на улицах действительно очень много. Почти половина прохожих – люди почтенного возраста. Любопытно то, что болеть никто из них не хочет, но беречь себя они тоже не стремятся. Выходят годы и не всегда добавляют мудрости и рассудительности. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком. День с толком. Илья Халяпин. День с толком. Будет проводиться мониторинг наполняемости салонов подвижного состава. И в зависимости от этого будет корректироваться количество подвижных единиц. И интервал между подвижными единицами. А тем, у кого нет дачи и часто даже родственников, остается надеяться на волонтеров. Мы рядом. Акцию с таким названием в период самоизоляции проводит общественная организация «Старость в радость». Рядом с пожилыми людьми из домов-интернатов они были всегда, остались и сейчас. Правда, глаза в глаза смотрят онлайн и развлекают тоже через экран. Как у вас дела, расскажите? Как будни проходят? Еще помаленьку двигаемся. Молодцы мы. Вперед. Вот скажи, 90 лет было. 90 лет отметили очень хорошо. Медведь наш понравился, которого передали? Все понравилось. Спасибо за все. Сейчас Надежда Постникова и ее подопечные, можно даже сказать, подруги, за сотни километров друг от друга. Она в Барнауле, а не в Целинном. Девушка годами ездила в дома престарелых с праздниками и подарками, а теперь видится с друзьями в новом формате. Говорит, сначала к идее такого общения и вебинарам онлайн отнесла скептически, но спустя пару недель поняла это здорово. И темы каждой встречи вдохновляют обе стороны. Например, разговаривали про женихов, про невест. А сейчас я планирую вообще узнать, какие у них были свадьбы. Мне так интересно, потому что для них это воспоминание молодости, когда все было легче, чем сейчас. Все чаще подобные встречи онлайн охватывают не только интернаты нашего региона. Присоединяются и другие. Их гостями становятся звезды эстрады и кино. Недавно на вопросы отвечала Дарья Марус. На очереди Юлия Снегирь. А это уже вторая часть проекта «Мы рядом». И ее пожилые воспринимают буквально на ура. Люди со всего мира, любой человек может записать видеопривет, присылать нам его на электронную почту. Мы сделаем красивый плейлист и бабушкам высылаем дважды в неделю. И таких видеоприветов, где люди поют, танцуют и просто рассказывают о своей жизни, уже немало. К примеру, присоединились к акции замминистра социальной защиты края, солистка Краевого музыкального театра Виктория Гальцева с семьей. Иди, мой друг, всегда иди на рода, куда врань. Что-то навеяло старые добрые детские стихи, посвященные весне. Апрель-апрель, на дворе звенит копель. По полям бегут ручьи, на дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи после зимней стужи. Свой видеопривет может записать любой, и его обязательно увидят и услышат те, кто ждут, бабушки и дедушки. Позвоните по указанному на экране номеру телефона, и вам расскажут, куда прислать видеообращение. А между тем, Надежда Постникова, один из организаторов акции, уже размышляет, что прежде всего сделает после завершения самоизоляции. Я думаю, что интернаты откроют позже, конечно. То есть, с нас карантин снимут, их поддержат еще какое-то время, но уже такого сложного не будет. И мы, в общем-то, решили, что мы поедем просто под окна им махать. И все равно, что это 250 километров до них ехать. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком. Ну а на этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». По возможности оставайтесь дома и будьте с нами. Продолжение следует... Продолжение следует...